Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. И сегодняшнее видео парфюмерное будет на очень интересную тему ароматы, которые приближают к нам весну. Итак, если вам интересен формат парфюмерных видео, то не забудьте подписаться, если вы заглянули на мой канал, потому что у меня здесь всегда много чего такого интересного парфюмерного. Поддержите в обязательном порядке это видео лайком и встретимся с вами в комментариях. Мне также будет очень интересно почитать, какие же для вас ароматы являются такими приближателями весны. Итак, а мы с вами начинаем. Поехали! Посмотрим, может быть так меня будет лучше слышно, но это такой вот эксперимент с микрофончиком. Итак, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кому уже надоела зима. Я жутко не люблю холода. Я такой приверженец теплоты. И жары, и солнечного света. Люблю позагорать, люблю понежиться под лучами солнышка. Ну, в общем, когда выходишь на улицу, и тебя ожидает вот такой холод, снег, промозглость, слякоть, скользко. Ну, что там таить всегда? Настроение падает, бывает прямо до нуля. Ну, в общем, что в том, чтобы поднять нам наше настроение, конечно же, существуют определенные парфюмерные композиции, которые создают в нашей душе весну. Но сегодня речь не будет идти про такие ароматы, которые откровенно весенние. Да, такая подборка будет, но в определенное время года именно весной. Это свежие, чистые, звенящие, как ручейки парфюмы. Сейчас мы поговорим несколько о других составах и компоновке таких вот парфюмов, которые имеют в своем составе именно такие весенние ноты, ноты весенних цветов, но обыграны в таком ключе, что не только нас, знаете, вот так освежают, но в том числе и согревают. Начинаем и приступаем к распаковочке нового аромата, который буквально на днях появился в моей парфюмерной коллекции. Эта покупка не была вслепую. Этот парфюм я тестировала по пробничкам и решила, что рано или поздно этот аромат обязательно должен появиться в моей коллекции. Это нишевая марка Elda, я думаю, многие с вами знакомы. И парфюм имеет довольно-таки сложное название, но если в трех словах, yes, I do. Ну и дальше тут вот идет такое вот, видите, малопроизносимое на русском языке сочетание английских слов. Итак, Elda – это французская марка, которая выпускает порой очень странные ароматы. И в парфюмерных композициях этого бренда встречается странное сочетание нот. Но вот здесь вот эта странность удалась. Вот знаете, как есть такое выражение «шалость удалась» в знаменитом фильме. А вот тут вот странность сочетания весенних и таких теплых и гурманских нот. А бренду удалась действительно на славу. Ну что, давайте приступим к распаковке. И я этот аромат очень хорошо разносила на себе из-за пробничка. И теперь посмотрим, как выглядит флакончик. Как выглядит флакончик, естественно, можно посмотреть в интернете. Но лучше всего рассмотреть это наглядно. Ну, мы видим уже, что тут такая вот поддевчачья розовая коробочка, которая обещает нам очень многое. Обещает нам невероятно красивое и нежное излучание. Так это или нет, сейчас мы с вами и проверим, отличается ли аромат от пробничка, который у меня есть. Либо нет. Вот так вот он там красиво сидит в своем домике. Поставим сюда эту коробочку. Пусть все будет наглядно. И смотрим флакончик. Вау, какая красота! Такой нежный, припыленный розовый цвет. И, кстати, флакончик немножечко просвечивает. То есть уровень жидкости в нем довольно-таки хорошо виден. Здесь по обыкновению на ребре флакона вот такой вот фирменный логотип бренда. Также логотип бренда на крышечке. Ну что, давайте наносить. Крышечка довольно-таки тяжелая, закрывается щелчком. Со щелчком никакого магнитика тут нет. Такая золотистая, красивая крышечка. Что там на донышке крышечки? Можете посмотреть. Пульверизатор выглядит вот таким вот образом. Ну что, давайте распылять. Смотрите, даже холостых пшиков не было. Но вот на просвет я вижу, не знаю, видно вам или нет, что флакончик полон. Да, флакончик полон. Итак, о чем этот аромат? Вы представляете этот парфюм Ода Ландышу? Ода Ландышу. Как ландыш воспринимается в нашем понимании, особенно людей моего поколения? Мы часто привыкли, что ландыш звучит как парфюмерия. Особенно в дешевой, бюджетной парфюмерии. Что ландыш звучит как-то, знаете, как освежитель воздуха. Но на самом деле выросло уже новое поколение пользователей парфюмерии, которые освежители воздуха воспринимают немножко по-другому. Потому что освежители воздуха сейчас зачастую пахнут лучше, чем некоторые бюджетные духи. Итак, производители заморочились и выпустили новую, совершенно новую формулу ландыша, которая понравится не только молодому поколению, но и нам, таким, да, знаете, бывалым закаленным временем людям. Да, здесь ландыш очень красивый. И на старте он слышен великолепно. И это напоминает действительно о первых весенних цветах, о журчании ручейков, о пении весенних птичек. Да, замечательный ландыш, который в старте действительно созвучен ландышу, который мы можем прослушать в аромате Диориссимо от Диор. Но это все обманчиво, это же нишевая парфюмерия, это же Элда. И где-то через 5 минут это такое чистое, альдегидное, свежее, звонкое ландышевое звучание будет обрамляться многочисленными гурманскими компонентами. Потому что помимо ландышей и звонких хрустящих альдегидов, здесь содержатся такие прекрасные ноты, как миндаль, маршмеллоу, собственно-то сахар и довольно большое еще продолжение списка ингредиентов. И вот этот ландыш потом через 5 минут вступит в симбиоз с белоснежным жасмином и окутается как будто бы, знаете, облаком из-за воздушных взбитых сливок, посыпанных миндалем и припудренных, знаете, порошочком таким вот душистым какал. Вы только можете себе представить, как пахнет этот сливочный молочный гурманский ландыш. Парфюм трансформируется на всем протяжении своего звучания. Если старт у него очень свежий, откровенно ландышевый, то ближе к сердцу, которое начинает тут прослушиваться буквально через 5-10 минут, этот ландыш согревается, как будто бы лучами такого молочного солнца. Молочное солнце – это как будто бы теплое весеннее утро, и мы видим, как солнышко встает из клубов тумана, вот поднимается все выше, выше и выше, делается все теплее и теплее, теплее. Птички начинают весеннее петь громче и громче. И также по такому принципу и по такому типажу разогревается звучание этого аромата. И из звонкого, такого хрусткого, альдегидного на старте парфюм превращается в теплый, молочный, сливочный, немножечко, даже сахарный, гурманский, с оттенками маршмеллоу, ландыш. И все это присыпано великолепными, сладковато-терпкими, душистыми нотками какао. Вот такое вот прочтение ландыша совместно с, ну, вот таких вот весенних цветов, не именно-то ландыша, совместно с какао, маршмеллоу, карамелью, другими такими вкусненькими ингредиентами мы не впервые можем встретить в парфюмерии. Вспомним, например, Lilac Love от бренда Amoage, где сирень звучит в сочетании с какао, да, это тоже очень интересная такая вот идея. Либо Kissing от бренда Killian, вот, кстати, Kissing от бренда Killian, это, кстати, уже, по-моему, снятый аромат, к сожалению, несколько созвучен с этим парфюмом от бренда Elda, Yes, I do. Но Kissing, он более пронзительный и более сладкий, более гурманский и более девчачий, тогда как вот этот вот аромат, я считаю, он более женственный, элегантный, при всем при этом очень милый, душистый, красивый парфюм, который можно наносить сейчас, зимой. И он буквально мгновенно, после первого распыления, после того, как вы почувствуете аромат первых вот этих ароматных флюидов, парфюмерных флюидов, действительно напомнит вам о весне, о том, что весна уже не за горами и не за горами. То время, когда мы будем на прогулках где-то по парку или в лесу наблюдать те самые хрупкие, такие вот нежнейшие весенние ландыши. Вот такой вот хрупкий, женственный, чувственный, утонченный, с поистине французским шиком красивый аромат. Описание и наименование этой парфюмерной композиции я, естественно, напишу там в инфобоксе, потому что вот без ошибок мне полное название, конечно же, не произнести. Этот парфюм у меня в объеме целых 100 мл, поэтому, конечно же, он будет находиться в распиве. Им я немножечко поделюсь. И кто любит вот такие вот уникальные, нетривиальные ландышевые акценты в парфюмах, а, возможно, вы вообще отрицаете ландыша в парфюмерии, в общем, тогда я вам советую познакомиться с ландышевым ароматом в интерпретации бренда Etat Libre d'Orange. А мы с вами двигаемся дальше. Мы здесь поговорили с вами про ландыши, такие теплые, согревающие, которые согреют нас зимой, не будут холодить и в том числе напомнят нам о скорой весне. И следующий парфюм будет посвящен нотам сирени. И здесь, вот смотрите, я вам показываю аромат, который нужно протереть. Флакончик, потому что он очень быстро заляпывается пальчиками. Это, конечно же, Gucci Guilty Black. По-моему, эту парфюмерную композицию тоже сняли с производства. По крайней мере, вот в исполнении такого флакончика. Возможно, скоро он перевыпустится в другом флакончике. Но вот я успела приобрести еще вот такой старый парфюм. Ну так, старый, да? Ну, в общем, старого дизайна. Как будет выглядеть новый, мы еще с вами не знаем и не предполагаем. Итак, это великолепный, цветочно-восточный, сладковатый парфюм. Такой тоже немножечко с гурманскими нотками, который весь кружится. Все другие ингредиенты этого парфюма кружатся вокруг такого весеннего компонента, как сирень. Gucci Guilty Black. Это мой, да, третий уже флакончик. Это сложная и многогранная парфюмерная композиция. Очень и очень теплая. Поэтому многие именно этот фланкер приобретают себе для ношения в зимнее время года. Он и напоминает о весне своей прекрасной сиренью. И сгревает розовым перчиком. И сладковатый амброй, который входит в состав парфюмерных композиций. Этой парфюмерной композиции начинается звучание парфюма действительно такими теплыми аккордами, зимними, розового теплого согревающего перчика и красными ягодами, и абстрактными красными фруктами. Продолжается звучание аромата. И уже с первых, кстати, нот это хорошо слышно. Нежными аккордами сирени в сочетании с фиалочкой, малиной, в дополнении сочного персика. Вот малина, персик, конечно же, розовый перец. Разогревают всю эту такую сиреневую по своему направлению парфюмерную композицию. И все вот это вот еще раскрывается более таким теплым, шикарным, окутывающим ароматом благодаря нотам сладковатой амбры и чуть таких вот терпковатых, опять же, зимних таких согревающих ноток почули. Я обожаю этот парфюм. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как вы относитесь к аромату Гуччи Гилти Блэк. Я знаю, что этот аромат у многих действительно стоит во главе угла из всей линейки Гуччи Гилти. Им нравится именно вот этот аромат, а больше всех других из этой линейки. Благодаря своему действительно сложному, многогранному, очень красивому, женственному и комплементарному звучанию. Да-да, этот аромат по определению очень и очень нравится мужчинам. Он звучит с определенным французским шиком и шармом и подчеркивает красоту и элегантность любой девушки и женщины. Ну, естественно, благодаря ноте сирени он напоминает нам, что весна, опять же, не за горами. Но сирень здесь, опять же, такая сладкая, немножечко гурманская. Следующий парфюм, который я решила включить в эту подборку, это мой любимчик от бренда Serge Lutans. Посмотрите, у него какой красивый флакончик, буквально как какая-то такая лединка, да, лединка с хрустальной жидкостью. Аромат называется Fleur de Citroën E от бренда Serge Lutans, что буквально переводится как цветок лимона. Я обожаю этот флакон. Это восточно-цветочная парфюмерная композиция. Кстати, я проверила, вот этот вот пульверизатор, он откручивается. То есть это такой вот, знаете, перезаполняемый флакончик. И первые ноты, буквально сразу первые ноты, которые нас окутывают при нанесении аромата, это свежесть цветов лимона в сочетании с чистейшими аккордами цветов нерали, да, нерали. Вот такой вот компонент, который придает аромат там чистейшего, звонкого такого направления, да, раскрытия. И когда наносишь этот аромат, как будто бы мысленно оказываешься в весеннем саду с цветущими лимонными деревьями. Это просто какой-то райский сад. И вот это вот цветочное великолепие еще, кроме того, обрамляется шикарными какими-то такими вот мускатными, ну это же нишевая парфюмерия, да, такими мускатными, дорогими и богатыми нотками. И в обрамлении еще нескольких капелек меда, которые добавили в эту парфюмерную композицию. И создается такое полное и объективное ощущение, что вы находитесь в цветущем саду, где цветут лимонные деревья. И уже пробудились первые пчелки, которые летают вокруг этих цветочков и собирают драгоценный нектар, из которого потом сделают невероятно душистый мед. Вот такой вот мед, молодой еще, не загустевший, такого золотого оттенка чувствуется в этой парфюмерной композиции. Серж Лютанс Лерде Ситронье. Пыльцово-пудровое нежное звучание этому аромату придают нотки ириса, которые дают этому аромату возможность звучать именно как настоящий утонченный французский парфюм. А глубины и женственности, конечно же, белоснежные цветки, туберозы и все это в обрамлении воздушного, пушистого мускуса. Вы только представьте себе, как все это пахнет. Это легкий, свежий, чистый аромат. Он свежий, но не звенящий благодаря все той же нотке молодого меда, которая прослушивается в его составе. Итак, вот такие вот красивейшие, нежнейшие, разные по своему звучанию раскрытию парфюмы я включила в сегодняшнюю подборку. Серж Лютанс, цветок лимона, люксовый, красивый, элегантный, богато раскрывающийся аромат Гуччи Гилти Блэк. Обожаю его всей душой. И новинка в моей парфюмерной коллекции такой вот ландышево, сахарно-миндально-воздушный, немножечко гурманский парфюм от бренда Этап Либер Де Оранж, который называется Yes, I Do. Пишите, пожалуйста, в комментариях мне свои парфюмы, которые вам напоминают о приближающейся весне. Я думаю, что это будет интересно почитать не только мне, но всем моим зрителям и подписчикам. На этом я уже буду завершать данное видео. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. Всех целую. И, конечно же, еще увидимся. Спасибо. Спасибо.